Добрый день зрители канала Real Constructor Stas. Сегодня на канале обзор вентилятора для корпуса системного блока от фирмы BigWhite. Вкратце я расскажу про вентилятор, где он у меня установлен и как подключен. Также я проверю действительно ли вентилятор является тихим, так как название фирмы BigWhite переводится как тихо и правда ли то, что название модели Pure Wings чистые крылья правдиво. Приступим. Перед нами вентилятор фирмы BigWhite. Размер данного кулера 92 мм. Номинальная скорость вращения вентилятора 1900 оборотов в минуту. Гарантийный срок от производителя указанный на упаковке составляет 3 года. Ровно столько прошло с момента моей покупки и установки этого устройства. С техническими характеристиками Вы можете ознакомиться, поставив видео на паузу. А я продолжаю. Артикул изделия BL045 У меня вентилятор установлен на передней панели системного блока и пока я до него доберусь, расскажу Вам о подключении. Вентилятор работает в режиме постоянно включенного и нагнетает холодный воздух внутрь системного блока снизу. Схема подключения данного вентилятора три пин. Что это значит? Два провода являются подачей питания на вентилятор от 5 до 12 вольт. Третий провод идет с датчика холла и предназначенный для контроля работоспособности устройства. Также по этому сигналу материнская плата определяет частоту вращения вентилятора. Это значит, что данная схема подключения не предусматривает автоматическое регулирование оборотов. У меня вентилятор подключен через специальный фабричный переходник, который я взял от другого вентилятора. В комплект поставки этого вентилятора переходник не входит. Подключение осуществляется напрямую с блока питания через разъем Molex. В этом разъеме четыре провода. Красный плюс 5 вольт, желтый плюс 12 вольт, два черных это 0 вольт или земля для плюс 5 и плюс 12 вольт соответственно. При помощи переходника подключение осуществляется к желтому и красному проводу. В итоге имеем плюс 7 вольт и вентилятор работает приблизительно на половину мощности. Системный блок я регулярно чищу и пыли внутри немного, а вот вентилятор за три года эксплуатации я ни разу не снимал для чистки. Сейчас увидим действительно ли крылья чистые. Как видно пыли за три года на лопастях и корпусе вентилятора накопилось немало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используя салфетку из микрофибра, пыль очень легко снимается с поверхности лопастейки корпуса. Смывать ее ничем не нужно. Теперь поближе рассмотрим переходник для подключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видно в нем есть МОЛЕКС гнездо и штекер. А также специальный разъем с ключом для вентилятора, который подключен к желтому и красному проводу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Имеется заводская надпись 7 вольт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь музыка выключается и провожу проверку вибраций и шума при подключении вентилятора при напряжении 7 вольт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вначале можно услышать гудение. Это звук запуска вентилятора центрального процессора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь провожу тот же тест, но с подключением напрямую к материнской плате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выводы делайте сами. С вами был Реал Конструктор Стас. До новых встреч на моем канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА